Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Аня. Ольга, вот буквально через несколько часов радиовещание Угомничина исполниется 90 лет. Понятное дело, что за этот период оно менялось, обретало разные облики. Вот как это было, как это происходило, с чего вообще все начиналось? А я вам больше скажу, на самом деле, не только за 90 лет все меняется. Радио такая структура, которая меняется буквально ежедневно. То, что было пару лет назад, уже сейчас неактуально. Мы каждый день пытаемся добавлять что-то новое. 14 марта 1926 года – это тот день, когда впервые из Гомеля прозвучало радио. Конечно, тогда это было очень маленькое, очень слабенькое вещание, буквально на Гомельские реческие уезды. Потом начало строиться проводное вещание, которое с нами было очень долгие годы. Гомельское областное радио было известно своими молодежными проектами. Они действительно, несмотря на всю советскую идеологию, они были просто на пике времени. Они привлекали радиослушателей. Они были передовыми. Там звучали не только артисты, там обсуждали проблемы, которые интересуют молодежь. Ольга, ну вот что сегодня представляет то радио, с которым когда-то все начиналось? С каждым десятилетием добавлялось что-то новое, что-то совершенствовалось. Никогда не шли назад. И вот в 2001 году областное радио сделало следующий шаг – выйти на ФМ-волны. Тогда группа энтузиастов просто из ничего сделала волну, которую мы сейчас называем Гомель-ФМ. Это была новая страница, поворотный момент в истории областного радио. В 2012 году к нам добавилась еще одна радиостанция. В структуре телерадиокомпании Гомель появилось радио Гомель+. Четыре года оно уже выходит в эфир, оно абсолютно другое, нишевое, со своим лицом. И сейчас Гомельское областное радио – это сложная структура. На волне 101,3 выходит Гомель-ФМ, на волне 103,7 радио Гомель+. А сколько человек трудится на радио Гомель-ФМ и Гомель-Плюс? Ну так, резко мы не делимся, в структуре радио у нас 16 человек. Казалось бы, немного, на самом деле, если брать по меркам современных радиостанций. Но люди все очень творческие, креативные, энтузиасты своего дела, что они выполняют достаточно большой объем работы. Но если говорить о форматах, какие они у Гомель-Плюс и Гомель-ФМ? Станции достаточно разные. ФМ рассчитан чуть на более молодежную аудиторию. Ну, Гомель-Плюс для людей чуть постарше – 30+, 40+. Ну, понятно, что это такое условное, это целевая аудитория. На деле же нас слушает кто угодно. Есть у нас поклонницы и подросткового возраста, а иногда звонят и пенсионерки, которые слушают радио Гомель-ФМ, несмотря на то, что мы, в принципе, на них рассчитывали, радио Гомель-Плюс. А вообще откуда поступает к вам информация, с кем в этом плане сотрудничаете и вообще насколько оперативно предоставляете слушателям новости? Знаете, наша служба информации – это такой аспект, которым, если честно, я втайне очень горжусь. Мы прогрессируем с каждым днем. У нас на каждой радиостанции 13 новостных выпусков в день. То есть, грубо говоря, 26 выпусков новостей мы должны предоставить. И в последнее время у нас налажено тесное сотрудничество с корреспондентами районных газет в каждом из районов Гомельской области. Они по мере возможности рассказывают нам о том, что происходит у них, то, чего мы не видим. Будь то Брагин, Наровля, Житковича или Речица. Есть большое правило – мы даем местную информацию. Естественно, мы не забываем о крупных мировых и республиканских событиях. В честь 90-летия радио мы запускаем на радио Гомель-Плюс серию тематических программ. Она будет называться «Ретроспектива». В марте, апреле и мае вы можете услышать не только, как сейчас выглядит радиостанция, но и как это было тогда. Ну, может быть, не 90 лет назад, но пару десятилетий назад точно проследить историю радио. И мы задумали расширить нашу музейную экспозицию. В здании телерадиокомпании Гомель мы разместим экспозицию радио, посвященную этому юбилею. В связи с этим я хотела попросить наших радиослушателей помочь нам в сборе экспонатов. У нас есть какие-то вещи, с которыми наши коллеги старшие работали десятилетия тому. Есть замечательные антикварные репортеры, такие диктофоны, которые весили по несколько килограммов. Такие диктофоны большие, больше, чем дамские сумки, с которыми ходили и записывали людей. Есть старые приемники. Возможно, если у радиослушателей что-то такое сохранилось с историческим налетом, то они будут добры и предоставят это в нашу экспозицию. Мы будем безумно благодарны. Я думаю, наверняка какая-то часть радиослушателей сейчас и у телеэкрана. Вот есть хорошая возможность сказать им пару слов, пожелать им что-то по случаю празднования. Я твердо убеждена, что любой человек включает радио для того, чтобы поднять себе настроение. Я могу в этот день только пообещать, что мы продолжим делать все для того, чтобы настроение у каждого нашего радиослушателя поднималось на его столько лучшее. А хочу пожелать, не переключайте волну. Поверьте, мы сделаем все, чтобы доказать, что мы вас любим.